Мы называем это новой для мира формой зла. До этого никакое правительство не делало таких вещей. Они взяли большую группу собственных граждан и сказали, мы собираемся убить вас без суда и следствия и продать ваши органы. Пациент из США или Канады, к примеру, может ожидать пересадки органов в конкретную дату. Это преступление против человечности, это отвратительно и это необходимо остановить. Если вы собираетесь в Китай на операцию по пересадке печени, которую вам сделают в течение трех недель, пока вы будете там находиться, это означает, что некто собирается спланировать казнь. Он проведет анализы крови и тканей потенциальной жертвы и подготовит этого человека до вашего отъезда. Начиная с 1999 года число операций по трансплантации внезапно резко увеличилось. Китай проводит больше операций по пересадке органов, чем любая другая страна в мире, кроме США. Но в отличие от других стран, в Китае отсутствует эффективная программа жертвования органов. Традиционно китайцы убеждены, что даже после смерти тело должно оставаться целым. Как заявил замминистра здравоохранения КНР Хуан Цзэфу, ежегодно донорами для 7 тысяч операций по пересадке органов становятся умершие люди, и что более 90% из них – казнённые заключённые. При этом фактическое количество казнённых преступников в Китае считается государственной тайной. Согласно подсчётам организации Amnesty International, их число составляет лишь около 1700 человек. «Эти числа абсолютно не сходились. Между ними слишком большая разница». Учитывая, что количество казнённых заключённых – всего 1700 человек, и отсутствует действующая система жертвования органов, откуда же ежегодно берутся остальные тысячи органов. Джао Шу Хуань была отправлена в лагерь принудительного труда за то, что занимается в Фолуньгун. «В каждом лагере принудительного труда, куда я попадала, они проверяли состояние нашего здоровья. Они брали у нас кровь на анализ. Это делалось во всех лагерях». «Мы подсчитали, что в период с 2000 по 2005 годы было проведено 41 500 операций по пересадке органов, источники которых никак не объяснялись». «Я совершенно убеждён, что в период с 1999 года и далее органы извлекают у заключённых, в особенности у практикующих Фолуньгун». «Женщина-полицейский забрала нас в больницу лагеря принудительного труда Ма Санцзя. И я поняла, что они берут анализы мочи и крови, чтобы проверить функции печени». «Врачи приезжают в эти лагеря, проверяют их глаза, исследуют их органы ультразвуком и другими подобными приборами. И такому тщательному медицинскому осмотру в этих лагерях подвергали только их, практикующих Фолуньгун». В 2006 году двое канадцев, международный адвокат-правозащитник Дэвид Мэйтес и бывший госсекретарь Канады по Азиатско-Тихоокеанскому региону Дэвид Килгур начали расследование утверждения о принудительном извлечении органов в Китае. Они обнаружили по меньшей мере 52 косвенных доказательства этой практики, в том числе веб-сайты китайских больниц, которые предлагали подобрать человеку орган менее чем за неделю. «Это просто невозможно, если вы не располагаете неограниченным источником органов, причем это должны быть живые люди. Речь идет о живых донорах. По сути, операция по трансплантации сама по себе являлась для них формой казни. Это были живые люди, которых убивали ради получения их органов. Это похоже на какой-то гротескный ресторан. Вы приходите и выбирайте себе в аквариуме лобстера. Однако здесь речь идет о людях. Военные зарабатывают на этом деньги, больницы зарабатывают на этом деньги, посредники зарабатывают на этом деньги. Речь идет именно о деньгах, о многомиллионном бизнесе». Журналист и писатель Эттен Гутман решил провести собственное независимое расследование. «У нас есть свидетели исчезновений. Людей подвергали медосмотрам, после чего они исчезали. Множество людей. Пустили целые тюремные камеры. Это указывало на то, что за всем этим стоит нечто намного большее». Наряду с тибетцами и прихожанами домашних христианских церквей, миллионы практикующих фолуньгун в Китае подвергаются репрессиям за свою веру. В 1999 году глава коммунистической партии Дзян Цзэминь издал приказ разорить их финансово, опорочить их репутацию и уничтожить их физически. С тех пор тысячи практикующих фолуньгун попросту пропали без вести. Что произошло с пропавшими без вести? Насколько нам известно, они по-прежнему находятся в этих лагерях. Многих убили ради получения их органов, но остальные по-прежнему там. И они являются для Китая живым банком органов. В 1999 году насчитывалось 150 центров по трансплантации органов. 6-7 лет спустя их было уже 600. За такой короткий период времени их число увеличилось в три раза, причем не было никакой программы жертвования органов. Военные больницы в Китае находятся под надзором. Они ничего не могут сделать без согласования с руководством компартии. Принимали ли решение о казни тайные суды тройки? Нет. Все это делало именно правительство. Это убийство, за которыми стоит государство. Это преступление против человечности. Мы должны сделать все возможное, чтобы выявить тех людей, которые причастны к этому, и занести их в список для осуществления правосудия. В 2006 году, когда появилась эта информация, и мы поняли, что они убивают узников совести ради получения их органов, врачи вышли вперед, чтобы остановить это. Ежедневно в Китае порядка 10 человек убивают ради получения органов, поэтому мы обязаны сообщить об этом. Мы обязаны проинформировать врачей, чтобы можно было остановить это. Эта информация распространяется не только среди врачей. В 2011 году утверждения о принудительном извлечении органов впервые появились в ежегодном отчёте Госдепартамента США о ситуации с правами человека в Китае. 3 октября 2012 года 106 членов Конгресса США подписали письмо, адресованное Государственному департаменту. В этом письме звучало требование раскрыть общественности информацию об извлечении органов, которую Госдепартамент мог получить из своих источников внутри Китая. «Этому варварскому нарушению прав человека необходимо положить конец, но чтобы остановить, необходимо сначала разоблачить это». Благодаря всё большему числу размещенных в интернете петиций, эта проблема начинает привлекать внимание по всему миру. Мы можем сделать ещё больше. Подпишите петицию.